Всем привет! Вы на канале Покашеварим. Да с хрена ли ты такой бодрый, спросишь меня. Потому что утро, а утром надо быть бодрым. Особенно сейчас, начало сентября, когда детей надо развести по госучреждениям, самому как-то успеть себя в порядок привести. И каждое утро стоит вопрос, чем покормить мелких, блин? Я сегодня покажу очень простой, очень классный, довольно быстрый рецептик и по-любому зайдет детям, да и взрослым тем более. Сегодня готовим завтрак. Сладкие хлебцы из рубрики «Мамина тетрадка». Именно такие периодически делали мои родители и мне, и моему брату Димке, который сейчас стоит за камерой. Плюс я сделаю добавочку от себя в виде яблочного топпинга. Яблок дофига, сезон же. Берем классное яблоко. Желательно брать плотные какие-то сорта. И чем кислее, тем лучше. Я очищаю от кожуры. Хотя, в принципе, можно и с ней. Нам надо порезать на кубики, естественно, избавиться от кочерыжки. Сильно не надо мельчить, вот так вот приблизительно. Добавляем сахар. Ну, примерно треть стакана. К сахару добавляем примерно четверть ложки корицы. И засыпаем яблочки. Все это перемешаем. И будем минут 6-7, может быть, 8 обжаривать, тушить, томить, пока все это не закарамелизуется. Можно немножко маслица добавить, кусочек масла. И периодически помешивая, около 6 минут будем делать. Вот, видите, яблоки опустили сок. Сейчас все это вместе закарамелизуется и загустеет. Берем 2 яйца. Столовую ложку сахара. И хорошо взбиваем, чтобы сахар полностью растворился. Молоко не больше? Мама молоко добавляла? Мама, ну да, молодец. Сейчас буду звонить маме. Не берет. Мама трубку не берет. Вот, когда на дне не хрустит сахар уже, все, дно гладенькое, значит, он растворился. И наш гоголь-моголь готов к тому, чтобы стать вкусняшкой. Смотрите, что делаем дальше. Обычный хлеб промакиваем. С двух сторон. И вот эту красоту осталось обжарить с двух сторон. Немного растительного масла. Обжариваем. А топпинг тем временем у нас уже загустел маленько, поэтому можно снять с плиты. И яблочки стали помягче. Буквально по минутке с каждой стороны, вот до такого красивого цвета. Можно снимать. И по большому-то счету, по большому-то счету, наш завтрак уже готов. Все, наливаем кружечку ароматного кофе или чая и прекрасный завтрак с вкусным топпингом у нас готов. Это, знаешь, это когда лень готовить, например, какие-нибудь блины, оладьи. Делаешь так, и кайф. Огонь. Слушай, это блюдо, оно абсолютно точно не обязано быть с яблоками. Оно может быть просто вот тупо вот эти хлебцы. Мама с яблоками никогда не делала. И, кстати, да, мама мне позвонила, в итоге выяснилось, что она молока немножко добавляла в яйца, чтобы лучше пропитывалось. Я не добавил, все равно нормально пропитался. Так что это не рецепт мамин, это упоротый мамин рецепт. Яблочки максимально в тему. Они еще немножко, чуть-чуть внутри хрустящие, снаружи мягкие. Изумительно. Я не люблю корицу. Многие знают про это. Кто не знает, всем сообщаю. Но корица с яблоками, сочетание все-таки топовое. Как ни крути. Штрудель яблочный с корицей. Вообще, ну, то есть это сочетание на века. Поэтому даже я не любитель корицы. Когда с корицей яблоки, это кайф. Это кайф. Топовый завтрак. Повторяйте. Всего вам вкусного. Дим, огонь. Тебе там твоя порция дожаривается. Будешь? Как же я люблю, когда просто и получается вкусно. Дима. Сочетание. Яблоками. Как же. Я люблю. Аблоками. Я люблю. Я люблю. Продолжение следует...